Всем здравствуйте! Сегодня снова видео о хоях. Хочу показать вам моих варикатных красавиц, а также немножко рассказать о своем опыте, своих знаниях уже накопленных касательно болезней и вредителей хои. Так, сейчас перед вами мои хои макрофилы варикатные. Так, первое вот в кадре это макрофила Pot of Gold. Хоя горшочек с золотом. Ну, действительно, очень символично, потому что можно представить себе, что вот это вот горшочек, а это золотые монетки, которые в этом горшочке. Очень красивая хойка. Это один из моих кустиков небольших. Растет она средне по скорости роста. Сейчас я провожу эксперимент, повесила ее на естественное освещение. Посмотрим, как она себя там почувствует, потому что под лампами было, конечно, все хорошо, но хойки растут, и надо их как-то приучать расти на естественном освещении. Вот, когда просто свет яркий, то у нее прям вот эта вот серединка, она прям красная на молоденьких листиках. Ну, посмотрим, как будет дальше, понравится ей или нет. Так, вторая хоя красавица, это хоя Альба Маргината, макрофила Альба Маргината. Она у меня растет сейчас на естественном освещении. Ей, в принципе, нравится. Молоденькие листики, вот, окантовочка у нее такая красноватая, очень эффектная. Листья крупные бывают, вот, например, лист, мы сейчас такой, лист крупный, красивый, с прожилками. В общем, хойка классная очень. Так, растет она, мне кажется, побыстрее, чем макрофила Подов Голд. Классная такая хоя. И третья макрофила с варигатностью такой необычной, это макрофила Байбу. У нее варигатность проявляется вот такими двумя, как полосками, такими прожилками салатного цвета. Чем больше освещение, тем эти прожилки становятся ярче, более такие салатно-желтые. Ну и плюс такой сплэшик. Она у меня была покрупнее, я ее порезала на черенки, потому что, ну, как-то она слишком подвытянулась. Не сразу я с ней просто нашла общий язык. Вот, наращиваю теперь себе по новой несколько экземпляров. Ну, вот этот экземплярчик такой прям миленький, хорошенький. В общем, хоя красивая. Вот такие вот макрофилы, все классные. Так, сейчас покажу следующих. Это хоя акута или вертицилата, или еще паразитика. Это все одно и то же название этого сорта хои. Это варигатная, а вторая вот альбомаргината. Варигатная акута у меня уже давно. Растет она достаточно быстро. Выглядит очень эффектно. Такие листья у нее бывают крупнее. Я себе отсадила еще череночек. Там еще более крупные листья. Растет под лампой. Ну, не под яркой. Но, тем не менее, даже вон такой вот есть загар. Типа, ну, такой. Не очень, но, в общем, хоя очень классная. А вот альбомаргинаты как-то... Ну, может, черенок мне такой достался, который долго-долго сидел. Потом вот так вот непонятно растет. И, в общем, у меня такая мечта потом их посадить в череночек одного и другого сорта вместе. Чтобы был такой пышный разноцветный кустик. Ну, может, я так и сделаю. Вот это вот безобразие срежу, переукореню. Потому что сейчас она мне просто подперта вот палочкой. Ну, понимаю, некрасиво. Но пока так. Ну, вот это у меня какая-то более каприсная оказалась. Не знаю. Это, наверное, только у меня. Потому что сорт, в принципе, распространенный, недорогой. И, значит, растет у всех он хорошо. У меня, ну, вот так. В общем, вот такие вот окуты, красотки. Так, следующие хойки. Так, эти варигатные красотки. Это хои кентианы. Хои кентиана варигатная. И хои кентиана... Ой, лора... Лора лэй. Забыла, как называется. Извините. Ну, тоже вот с варигатностью по краю. А у этой варигатность по центру. Эта хоя у меня тоже уже, ну, давно. То есть, в самом начале моего увлечения хоями я ее приобретала. Растет она, ну, не быстро, не медленно, так, средне. Загорает очень красиво. Хотя стоит под немощной лампой. Не на естественном сейчас освещении. Но, тем не менее, ей хватает этого света. И вот такая вот она симпатичная. А эта у меня совсем малышка. Недавно ее купила. И, тем не менее, уже вот эти два листика достаточно быстро выросли. То есть, думаю, будет красавица. Сейчас голландцы предлагают хою вайетти триколор, которая очень с виду похожа на кентиану. Один сорт это или нет, сказать не могу. У меня той нет. Но у меня есть вайетти зеленым листом. То листья по плотности отличаются от кентианы. А как оно там, тот ли это сорт или это разные сорта, сказать ничего не могу. Но это очень такая красотка. И это такая малышка тоже. Очень симпатичная. Так, сейчас покажу следующую пару. Эту пару варигатных хоек я посадила сразу вместе. Это Белла, Белла Альбоморгината и Белла Луис Буис. По-моему, она уже с цветоносиком. Вот эта Луис Буис мне показалась более простой в укоренении и росте, чем вот эта вот Альбоморгината у меня уже достаточно давно. И почему-то поначалу она расти не хотела. Приходилось ее несколько раз переукоренять. Вот эти вот несколько там череночков. А эта с первого раза вот укоренилась веточкой, пошла расти. Ну, сейчас и эта уже как бы вся с молодыми листиками. Поэтому вот у меня уже растет такой пышный кустик. Скоро его перевалю. Побольше горшочек. И будет такая красотень. Надеюсь, они еще вместе зацветут. Вот так хойки мелколистные. Много места не занимают. Красиво будет расти в подвесном кашпо. Вот такие девочки-красавицы. Так, сейчас покажу еще парочку варигатных хой. А эти две хойки сорта кинжиана. Это кинжиана наггет. Кинжиана варигатная. А это кинжиана альба маргинада. У нее также варигатность по краю листа. У молодых листиков она практически не видна. А вот чем листик старше, тем вот эта вот варигатность становится ярче. Белая полосочка становится ярче. Хотела я себе давно вот такую красотку. Вот такие вот у нее листья будут крупненькие. Но первой мне попалась вот такая. Я ее приобрела. А потом уже и такую увидела. То есть они у нас почему-то редко появляются. Но когда я увидела, конечно, не смогла не купить. Не знаю пока, как быстро они растут. Пока растут. Вот эти вот листики выросли у меня. Где-то за пару, наверное, месяцев. Ну, я думаю, будет красиво. Чем-то они, листья похожи на фикус, но намного плотнее. Я почему-то думала, что они прям вообще как фикус. Ну, на фотке видела. А оказалось, они поплотнее будут. Я думаю, когда они уже будут взрослые, будет намного эффектнее выглядеть. Ну, я видела, как выглядят взрослые растения. Выглядят они очень даже симпатично. И вот эти листья, они так вот как-то закручиваются. Ну, вот как вот это, да, закручивается. Прям вообще так выглядит эффектно. Так. Ну, и еще пару Хой, которые я хочу показать. Сейчас, минуточку. Это Хоя Инкрасата Эклипс. У меня была такая же Инкрасата, только с варикатностью в центре. Она называется Муншаду, но она мне пришла больной изначально. И как я не пыталась ее спасти, ничего у меня не получилось. Она так и пропала. То есть я уже не выдержала, я выбросила этот черенок, потому что он был реально больной. А это красотка-красотка. Вот. И я уже по обмену договорилась. Мне скоро приедет именно та вторая Муншаду, у которой будет такой же варикатность, но в центре. Тоже такая хорошенькая. Также молодые листья, пока растут, они практически зеленые. Чем старше становятся, тем они более желтые. То есть это не в зелени она ушла, а она просто вот так вот, ну, не сразу проявляет окрас полностью. Вот такая вот красота. Вот. Так что скоро у меня будет и Муншаду. Растет она, я считаю, быстро. Да, листья у нее такие средние по плотности, такие прям загнутые, как чашечки, наоборот. Так. И еще одна хойка, которую я хочу показать, варикатная. Это хоя пахиклада. Пахиклада Альба. Получила я ее прям сегодня. Никогда внимания не обращала на этот сорт хои. Но когда увидела именно вот эту с розовинкой такой, окантовочкой розовенькой, мне она очень понравилась. И по обмену, конечно же, я ее себе взяла. Вот. Такая вот она. Похоже она мне, конечно, на пепперомию больше, чем на хою. Но мне кажется, все-таки, когда будет крупный кустик, это будет очень красиво. Вот. Ну вот все варикатные красотки, которые я хотела вам сегодня показать. И сейчас постараюсь вкратце немножко рассказать про болезни и вредители хой. Ту информацию, которую я знаю. Ну, касательно болезней, все... Ой, касательно вредителей. Все очень просто. Все те же вредители, которые могут покуситься на наше комнатное растение, они могут напасть и на хои. Главное быть подготовленным и знать, что от чего работает. Потому что, ну, я встречала просто такую информацию, когда люди не очень, как бы, ориентируются. Ну, это совсем для новичков. Если кому не интересно, можете уже, конечно, заканчивать просмотр. Значит, вредители у нас делятся на насекомых. И паукообразных. От насекомых у нас одни препараты, от паукообразных – это клещей. У нас другие препараты. Есть комбинированные, но их мало. И один из них, который я знаю, это актелик. Он очень вонючий и, ну, как бы, нежелательно считается применять его в комнатных условиях. Значит, насекомые – это у нас мучнистый червец, белокрылка, трипсы, щитовка. А что еще? Ну, кого-то забыла. Ну, в общем, все, что насекомые, ползают и лазают. Чем мы с ними боремся? А боремся мы с ними системными инсектицидами. Ну, или контактными. Но я предпочитаю системные. Сейчас у меня вот такой – это аналог актары. То есть, тоже действующее вещество, что у актары. Актары – это системный инсектицид, которым растения проливаются, и потом, так скажем, это растение напитывается вот этим вот препаратом и становится отравленным, становится ядовитым для вот этих насекомых, которые его пытаются сожрать и погибают. Ну, еще, конечно, не помешает обработка мыльным раствором, например, растений, если мы кого-то там заметили, чтобы как можно больше особей вот этих уничтожить именно вручную, скажем так, да. Ну, а потом просто вот пролить по инструкции каким-нибудь инсектицидом. Если же вы хотите применять контактный инсектицид, то им надо обязательно опрыскивать, и опрыскивать не единоразово, это точно. Ну, хотя этим пару раз лучше пролить системным. Но контактным там, конечно, нужно подольше повозиться, потому что это, ну, кого убили, того убили, а остальных надо будет потом еще добивать. То есть, опрыскивать и опрыскивать. Вот. Так, если же мы сталкиваемся с паукообразными, то есть разными-разными клещами, то октара и такие препараты инсектициды не помогут. Тогда нам нужен какой-нибудь акарицид. Лучше выбирать тот, на котором уже написано, что он действует на все стадии развития этого клеща. Клещи бывают разные. Бывают паутинный, самый распространенный, бывает красный, цитрусовый, бывает почвенный. В общем, их там много-много-много. Но на них всех действуют препараты, препараты, которые называются, о господи, акарициды. Вот. У меня, например, сейчас вот такой санмайт. На хоях я не обнаруживала клеща, но могу себе, в принципе, представить, что на каких-нибудь тонколистных, возможно, он может появиться. Или на вот таких вот, как у меня, вот это вот, да, кинджиана. У нее листики, как у фикуса, поэтому почему нет? Мог бы и, не дай бог, завестись. Этим препаратом мы опрыскиваем растения несколько раз. Все на упаковках обычно написано. Вот. Ну, то есть, все вроде как понятно. Так, все с вредителями вроде все понятно. Да, и еще вредители – это такая неприятная штука, которые не сразу могут проявить себя, и поэтому не сразу мы их можем обнаружить. И когда коллекции большие, лучше все-таки в целях профилактики, ну, я уже для себя так решила, что раз в полгода я точно буду обрабатывать, ну, например, вот с инсектицидом точно, от насекомых, потому что, если кого-то занесли, и он где-то там затихарился, особенно если это осенью, плохие для него условия, он где-то себе спит, а потом весной проснется, и потом сюрприз такой, да. Просто недавно в группе по хоям была такая ситуация, когда известная коллекционер, она просто выставила свое растение для обозрения, что очень красивая хоя, дорогой сорт, и внимательные девочки заметили там мучистого червеца, а она даже не знала, что он уже объявился. То есть вот такая вот немножко невнимательность, а уже такая беда прилетела, и срочно надо бороться. Вот, я думаю, она знает, что такое мучистый червец, но просто вот так вот из виду упустила заботы, хлопоты, поэтому надо быть подготовленным и знать, как с этим делом бороться. Так, касательно болезней хой, ну, болезни растений, я думаю, все знают, какие бывают, там, вирусные, бактериальные, мы сейчас не будем рассматривать, потому что это страшные болезни, и там, ну, бороться практически бесполезно. У меня, кстати, вот моя, вот такая вот, что я рассказывала, инкрасата Муншадов, которая покупала, скорее всего, была больна именно каким-то бактериальным заболеванием, потому что никакие средства, средства от грибков не помогали, ничего не помогало, ну, там, оно погибало, погибало, отсушивало, вот листики новенькие, ну, там было, но оно у меня все время стояло отдельно, на, вообще, там, удаленном месте, на карантине, вот, поэтому про эти болезни мы вообще ничего не говорим, там, скорее всего, все. А чаще всего наши хойки страдают от неправильной агротехники, от нашего залива, неправильного полива и от низкой или очень высокой температуры. Такие заболевания называются функциональными. Это те именно, которые не инфекционные, то есть они не переносятся, но растение, тем не менее, страдает и всячески пытается нам показать, что ему плохо, и это проявляется сразу же на листьях. И самым явным таким симптомом, да, самым таким показателем являются водянки. Сейчас я специально вот заметила на листике, где у меня водянка. Я сейчас покажу, как выглядит, потому что я в свое время, когда не знала, что это такое, я ковыряла эти бедные листики и пыталась найти там личинок-насекомых. Вот так вот. Так, вот смотрите, вот такие пробковые наросты, они могут быть, как, вот видите, да, они такие опуклые, вот они могут быть как с внешней, так и с обратной стороны листа, могут быть вот такие точечки. Это все, ну вот это вот водянка, это все сигнал листика, сигнал растения о том, что его переливают и переохлаждают. Вот. Это не заразно, это не опасно. Ну, конечно, если сразу же заметить и устранить вот эту проблему, да, новые листики будут уже красивенькие, как положено, то есть все будет хорошо. А на старых, конечно, это, ну, беда останется и никуда она уже не денется. Да, его можно будет обрезать, но я не трогаю, как бы, вот так вот. Значит, так, водянки. Еще, как я уже показала на этом же листике, вот такие черные точки. Вообще, самым таким трудным сортом для меня, ну, именно не трудным, а капризным сортом, в плане моментальной реакции на что-то, ну, такое вот, на перелив или там низкую температуру, это является Хоя Мишель. Я ее сейчас не принесла, но у нее сразу, вот сразу у нее на листиках черные точки, все это значит ей холодно, это значит ей некомфортно, плохо, и все, спасите, помогите. Поэтому не нужно бояться вот этого и пытаться там, как я раньше делала, отодрать и, ну, там, что-то пытаться найти, расковырять, вот. Но сразу же попытаться исправиться, да, ну, как, создать самые хорошие условия для содержания Хоя, потому что оптимальная температура для содержания большинства Хоя это 20-25 градусов. Выше и ниже уже некоторые сорта выдерживают, а некоторые уже начинают страдать, и они вот на листьях показывают. Если же вот такие штуки, как, ну, температуру и там, полив этот, мы не можем быстро устранить или мы не видим, то, конечно, возможно развитие всяких грибковых заболеваний на этом фоне, на растениях. И тогда на помощь нам приходят фунгициды. Я показала, ну, показываю сейчас тот, который я сейчас приобрела. Опять же, я приверженец фунгицидов, как и инсектицидов, системного действия, которые имеют длительный период защиты. фунгициды. Вот, здесь написано, ну, против чего он работает, там, и серая гниль, и мучнистая роса, потому что, ну, тут много всяких болячек, и для профилактики я его использую для своих комнатных растений. Я им, можно опрыскивать, я еще и проливаю растения, потому что на поверхности грунта может что-то завестись. Вот, так, раньше был очень популярный препарат фундазол, но недавно я посмотрела еще видео такого известного Ивана Русских, он с биологическим высшим образованием, очень так интересуется этими всеми вопросами, и вот он говорит, что фундазол очень опасный, даже для применения в открытом грунте, не говоря уже про комнатные растения, поэтому, кто применяет, будьте осторожны, посмотрите вот видео этого мужчины, ну, он там рассказывает, почему, что и почему не стоит. Так, подберите какой-нибудь другой фунгицид. Еще для профилактики хорошо применять биофунгициды на основе, например, триходермы или сенной палочки. Эти препараты также продаются, биопрепараты, единственное, что, конечно, очень тяжело быть уверенным, что они там живые, эти споры. Ну, у меня брат этим интересуется, и вот он проводил своеобразные исследования, вот мы купили несколько таких биопрепаратов, и, по-моему, только в одном вот эти споры были живые и рабочие, и то он их там как-то разбуживал, и потом мне в жидком состоянии вот это все передает, и я периодически тоже для профилактики свои растения проливаю от возможных вот этих грибковых заболеваний, ну, триходермой проливаю, еще можно сеную палочку разводить тоже как-то там, ну, это уже не ко мне. Так, ну, вроде бы все. В общем, хои, более всего, именно из болезней подвержены грибковым заболеваниям, которые являются следствием длительной неправильной игротехники, длительного неправильного за ними ухода и низкой температуры, или очень высокой температуры, и повышенной влажности. Также эти грибковые заболевания могут разносить на своих лапках вот эти возможные вредители, которых мы не сразу видим, поэтому для профилактики используем средства от вредителей и от грибковых заболеваний. Так, господи, вроде бы все рассказала, не знаю, что забыла, спрашивайте. Да, и еще вот эти вот в магазинах продаются всякие препараты, которые написано просто вот лекарь для растений, но без состава препарата. Такое я не покупаю, если я не вижу, как и удобрение, если я не вижу, что в составе, такие вещи я не покупаю, это выброшенные деньги, я не знаю, что там. Мне нужно, чтобы я знала, чем я опрыскивать буду, чем я буду поливать. Так, вроде все. Да, если чем можно помочь растению, которое просто ему плоховато, ну, это применить какой-нибудь антистресс, какой-нибудь адаптоген, какой-нибудь там эпин или янтарную кислоту, или что-нибудь другое, что у вас есть там, чему вы доверяете, что у вас проверенное для других растений. Ну, вот и все. А так, для хой самое главное, тепло, свет, своевременный полив, ну, и удобрения. Ну, удобрения все равно не так уж важны прям сильно, как вот эти условия. Вроде все. Так, все. Всем спасибо за просмотр, не буду затягивать видео, потому что получится очень длинным. Спасибо всем, кто его досмотрел. Всего нам самого хорошего, мира нам, победы нам. Ой. Ну, в общем, всем якую за перегляд. До зустрічу новому видео. Всем бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok